доброе утро мои дорогие любители сада и огорода доброе утро девочки доброе утро мужчины и спасибо вам огромное за голосование это очень приятно когда я вижу что вы заинтересованы и мне естественно хочется двигать и сажать даже ночью вчера я купила эту красотку специально в леруа для этого выпуска вот такой вот хупси вы кто смотрит мои stories и они знают что я показываю всегда очень важные моменты от посадок до советов поэтому спасибо что вы их тоже смотрите что же сделать такой кривой хупси чтобы она стала вот такой красавицы да это хупси у меня на участке три года той которая была на фотографии у меня на участке два года почему я вам говорю что сажайте хвойные сейчас если они вам нужны на следующий год сейчас потому что в этом году она молчит и только на следующий год она ее корневая система начнет оживать хотя я вам могу сказать честно те которые я уже в этом году сажала они уже отличный дали рост корней я вот опять пересаживала уже некоторые по два раза вот что же сделать такой кривой хупси давайте посмотрим вот такая вот она тут совсем пусто видите с этой стороны вообще ничего нет здесь есть здесь нет здесь есть давайте будем так смотреть на нее ну во-первых вы сами понимаете что здесь вообще веток никаких нету лысо будет однобоко будет только по этим сторонам расти поэтому сейчас я буду показывать как это делать того чтобы проснули спящие почки мы их должны прищепить даже на вот этих маленьких малюточках на которых сейчас там почка вообще то ли она есть то ли и нет вообще непонятно в поэтому что вот я советую смотрите если мы верхний не сейчас не прищепим не отрежем то у нас получится что вот эти будут лидировать а вот здесь будет очень сильно отставать поэтому мы их ага мы их отламываем она конечно уже задревенела чуть-чуть если у вас руками не ломается значит берите секатор и режьте секатором так сейчас еще можно даже покороче не бойтесь не бойтесь ее вам нужно выровнять для того чтобы она была лучше посмотрим дальше вот всего одна почка на такой ветке что мы делаем с этой единственной почки на такой ветке я бы посильнее отломила для того чтобы я потом пройду секатором все это зачищу где у меня неправильно рвется вот для того чтобы вот здесь не вот здесь уже здесь проснется почка но сейчас мой главный расчет на то что проснуться вот эти почки спящие то же самое здесь посмотрите почки почти нет опять же делаю расчет на то что почки проснуться вот здесь вот так дальше смотрите то же самое вы поняли смысл да и вот по вот этим по малюткам то же самое нужно сделать нужно защипить край у них обязательно хотя бы сейчас я вам покажу хотя бы вот столичка сейчас я секатором уже прошла по всем местам которая начала вам показывать руками и хочется показать посмотрите секатора мы режем не вот так мы стараемся сохранить иголочку да так как она уже задревенела и аккуратненько носиком носиком выстричь стволик так чтобы иголочки остались наши красивые вы меня поняли я надеюсь сейчас другой рукой возьму сейчас я отрежу вот видите аккуратненько я прошла здесь посмотрите вот которые были коротенькие я прошла у них краешек чуть-чуть те которые были длинны и выпирали вот эти да я их посильнее сделал мы рассчитываем на вот эти почки пузлах и сейчас я вам хочу показать на малышке blue color вот дело в том что те кто не смотрит мои stories они не знают то что я отвечаю всем сразу мы почти по возможности почти всегда и вот это blue color я купила посадила и тут не одна женщина пишет спрашивает тоже что же сделать с кривой со своей елочкой я прям stories и ей показала сразу сказала смотрите я сейчас для вас ее в stories стригу вот сейчас посмотрите вот были мы этот маленькие висели такие тоненькие такие же как вот эти вот я их также кончики прищепила и посмотрите какие там теперь жирные почки посмотрите сюда вы видите хорошо почки везде образовались на всех узлах которые я срезала а вообще шансов не было макушку макушку не трогаем не самое главное я вас всегда прошу часто задаваемый вопрос надо же надо ли трогать макушку нет макушку не трогаем чем я люблю хупси дело в том что хупси продается всегда очень страшненько очень страшненько и единственная которая имеет такой красивый цвет это хупси которая всегда потрясающе ярко-голубого такого небесном фиолетового даже не передать и хупси дает в год прирост порядка наверно сантиметра 30 при хорошем уходе 30 вот даже сейчас посмотрим на море это смотрите вот она выстрелила прошлый год сколько меряем 10 20 30 порядка 35 сантиметров прошлый год выстрелила и в этом году мире 30 40 50 сантиметров и что у нас получается хупси за счет того что она дает такие сильные приросты очень легко формируется хоть она и продается очень страшная вот посмотрите на это мой прищип весной я вам показывал на ней как прищипывать раночка где я прищипывал зажила и образовались у нас три почки посмотрите здесь была одна веточка с одной почкой сейчас на ее месте три почки ой 4 5 6 вы видите какой результат прищипывания смотрите вместо одной то что я не пожалела посчитаем сколько почек 1 2 3 4 5 6 вот в этом смысле хупси просто потрясающе ее очень легко формировать она будет у вас в саду просто идеально ярко-голубым пятном я вас люблю целую с вами вашего хорошего дня и настроения